Лех, ну ладно, давай уже заканчивай с делами. Мы тут начали, я начал. Погнали. Гитару в руки. Что у тебя здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда встал вопрос вообще, о чем сегодня поговорить, то что может быть проще, чем выбрать те гитары, которые на сегодняшний день нам больше всего откликают? Точняк. Мы не договаривались. Я говорю, Леш, выбирай свою. Я выберу свою. И когда мы собрались за кадром, так, чуть-чуть там, смерить, синхронизировать наши планы, то получилось так, что, на мой взгляд, это самый идеальный выбор в качестве гитары в подарок до 100 тысяч. Ты что думаешь на это? Я абсолютно согласен с этим утверждением. И это действительно одна из тех самых гитар, которые я чаще всего беру в руки магазина. Одна действительно одна из самых любимых. Но я про свою буду рассказывать чуть дальше. Поэтому мы посвятили вас в тему сегодняшнего ролика. Надеюсь, у вас есть что-нибудь вкусное попить и пожевать перед тем, как продолжить просмотр. Как это? Заваривайте пельмени? Главное, не перепутать. Я большой любитель дредноутов. Поэтому у меня вся история, как правило, упирается туда. Да, Grand Auditorium суперудобный. Но, во-первых, я такой же высокий, как и ты. Ну ладно, не такой высокий. Чуть-чуть пониже. Но суть в том, что вот это тот корпус, которым я природнился изначально. И меня по сидению не отпускает. Единственный нюанс, это совсем маленькие гитары. Но этот инструмент немножко лично для меня выделился на фоне того, что я там в последнее время беру в магазине. При том, что когда я первый раз к ней прикоснулся, модель пока не скажу. Но, как говорится, наблюдательные уже, как говорится, все заскринили в Яндекс и Маркет. Напишите комментарий с тайм-кодом и с моделью. Если вы узнали, от меня вам будет персональный подгон. Прям помните потом и скажите, Лех, ты обещал. Вот, я сделаю. А что я сделаю? Будет маленький сюрприз. В общем, как у меня пал выбор на эту малышку. Хотя это дредноут. Но вот именно по внутреннему ощущению я не могу назвать, знаешь, прям дредноут, дредноут. Дело было очень просто. Я в очередной раз выбирался гитару, на которой бы просто хотел там провести время. И я учился на электрогитаре. Поэтому для меня самый привычный гриф это 43,5. А так как, мужики, мы вас неимоверно любим или леем, то большинство гитар у нас в магазине это либо 44,5 мм, либо там совсем уже 45-48 мм. И мне лично в руку они не ложатся. Я могу как бы сесть, поиграть, кайфануть от звука, но это всегда, знаешь, как бы... Поиск своего. Это всегда черестерни. Это такая история, как получить удовольствие через терни. А для меня, в первую очередь, все, что касается гитар, это в первую очередь удобство. То есть это первый параметр, с которым ты должен столкнуться и полюбиться. То есть если инструмент в руках не лежит, насколько бы классно он не звучал, ты долго за ним просто не просидишь. Я не знаю, какой должен быть звук, чтобы ты такой, не значай ни на что, не значай на там свою физиологию и то, что она не мэчится с гитарой. Сто процентов. Вообще вот истина в первой инстанции. Редко, когда я могу так сказать о каком-то высказывании, но это действительно. Я считаю, что первая гитара, особенно первая гитара, она должна, в первую очередь, должна быть удобной. Она не должна препятствовать, да, процессу обучения. Без борьбы. Зажимать корючки, вот эти барышки ставить. Для многих это то еще вот это... То есть даже если гитара отстроена, все хорошо, эргономика грифа, корпуса, то, как это все ложится в руки, это супер важно. Я взял ее, не зная модели. По внешнему виду я понял, что точно за ней не сидел. Причина этому Юрию Шатунову. Просто, да, просто дело в том, что я люблю супер архаичные, очень простые гитары. Я когда вижу какие-то, знаешь, перламутры и так далее, у меня все еще есть вот эта внутренняя история, что пыль в глаза. И я поэтому ее долгое время не взял, не брал в руки, и не то, чтобы я об этом жалею. Ты знаешь, как жить жизнь, проснуться в 30 и вспомнить, что ты не смотрел какой-то древний фильм, который, типа, все уже давно посмотрели. И ты такой, блин, я его пропустил, но и классно, что пропустил, я им кайфану сейчас. Я знаю, чем занять свой вечер, да? Да, да, да. И тут то же самое. Несмотря на то, что я долгое время обходил ее стороной, то в какой-то момент, чисто случайно, вот перебирая инструменты у нас, взял руки, начал играть и провалился. Провалился, вернулся в реальность спустя, там, уже полчаса где-то, и такой, блин. И в целом, если бы не наш с тобой сейчас посиделки, я бы не задавался вопросом, почему. Потому что мне в целом все равно. То есть, если я взял в руки гитару, и где-то на подсознательном, в комплексной, я начинаю от нее дико кайфовать, мне не важно, почему это. Мне важно унести домой. Это единственное, что меня в данный момент волнует. Говорит. Но раз уж так получилось, что мы здесь, то придется чуть-чуть тоже о ней рассказать вообще, в чем фишка. Когда я на ней начал играть, здесь соединились два фактора, которые для меня являются достаточно необычными и редко встречающимися среди акустических гитар. Гитара – это прозрачность звука, то есть яркость гитары, которая сочетается с ее компрессией. То есть, то, что здесь, в принципе, по динамике она достаточно ровная, она обращает ошибки. То есть, условно говоря, играя на ней, есть ощущение, что ты играешь чуть лучше, чем обычно. То есть, можно сказать, что это идеальный инструмент для аккомпанемента. Да, да, вот об этом здорово, что у нас с тобой очень классный пари. Тогда нам надо было играть на эту. Ты должен был в эту часть вступительную на этой гитаре играть, а я на этой. Это, смотри, сейчас еще к этому, да, вернемся. То есть, на мой взгляд, это чудесная гитара для аккомпанемента и для каких-то сольных вещей в соло. То есть, когда я что-то играю там в соло-партии, не в дуэте с кем-то, она охренительно звучит. И что самое клевое, это очень редко встречается даже в премиум-сегменте. Это то, что я играю с разной динамикой, антембр гитары не меняется, она не задыхается. Есть такие инструменты, которые работают, когда ты играешь на них только деликатно. Или есть такие гитары, которые работают только, когда ты играешь на отмышь, она как бы начинает резонировать и начинает все у себя отдавать. А так, чтобы на любой динамике инструмент звучал, ну, по-родному, без сюрпризов, такое встречается редко. Это, если что, Кепма G1D, а то я уже столько про нее сказал. Имя, назови ее имя. Как ее зовут? Вот. И смотри, почему это сочетание, в моем понимании, достаточно необычное. Когда мы говорим о компрессии, если что, компрессия, это когда ваша динамика, громкость, она плюс-минус как бы ровненькая во время игры. Такое встречается обычно на инструментах, которые по своей природе немножко гнусавят. То есть сделаны из красного дерева, из акации, из тяжелых, типа там Martin D15, или Maiton EBW, там, серия 808, например, которая сделана из австралийской акации. Акации, да. То есть это тяжелое дерево, они, как правило, полностью сделаны из однородного дерева, то есть полностью корпуса. Такие инструменты, да, они дают немножко в носик, они хорошо сочетаются с голосом, имеют компрессию, но чтобы яркость тона, и в том, чтобы она еще тебе ошибки прощала, это сочетание достаточно необычное, поэтому это вот, это сюда, не хочется из рук не пускать. Давай теперь ты рассказывай, какой выход. Ну, может, поиграешь? КОНЕЦ Ну, раз моя очередь, благодарю вас за такую предоставленную возможность повещать, я не буду томить, это гитара Kepma F2, и она действительно одна из моих самых любимых в магазине. Это та гитара, в которую я влюбился с тех самых пор, как оказался вообще здесь с ребятами в Guitar No Love. Она очень красивая. Ну, естественно, это не единственный и не самый главный аргумент, но она действительно очень красивая. Первый у тебя зацепился глаз. Да, я ее увидел такой, ба, это типа надо попробовать. То есть, ну, мне нравятся красивые вещи, она действительно такой и является. Это одна из самых красивых гитар, на мой вкус, в этом, говорит, этот тигровый аванкол. Мне очень нравится глазами вещи любить, вот, красивая елочка, вот это вот все, вот это вот все, вот это все. Об этом всем потом. Почему же она все-таки самая любимая? Конечно, дизайн, но я в то же время человек очень прагматичный, знаешь, и к вопросу выбора гитары всегда вот пытаюсь подходить так, как-то расчетливо, с холодной головой. И это, как бы так сказать, это народный премиум, народный топ. Мы же говорим, да, про гитары до 100 тысяч рублей. Можно сказать, народный, а не просто так. Так, на самом деле, кто бы что ни говорил, вот этот ценовой диапазон 50-100 тысяч рублей, он является вторым по популярности, в котором люди ищут для себя ту самую гитару. Вот, и это, я считаю, прям народный премиум, потому что даже сама компания Кепма говорит, что их гитары серии F, F1, F2, это премиальные гитары, естественно, в линейке своих гитар. А что имеется в виду вот под премиальные? А я расскажу, это я про технологии немножечко затрону, вот про все про это. И из-за этого и складывается такое, как раз-таки, ощущение и это понятие. Нет, конечно же, хочется иметь Мартин, Тейлор, какую-нибудь крутую гитару дорогущую со всей этой историей, со всеми этими делами. Но это уже немножко ненародный сегмент, там все-таки цифры, стоимости, ну, совершенно другие. Конечно, и звук там тоже особенный, свой. Вот, если говорить конкретно про этот инструмент. А, кстати, напишите в комментариях, какой гитарой является вот ваш предмет этого вожделения. О, да. О чем мечтают подписчики гитарной лавки? Давайте немножко понакидаем. Блин, а я задумался, а ты что, у тебя что? Я хочу, как у тебя. В смысле? Мартин, 28-й. Я думал, Грыжа ты имеешь и думал. Нет, ОМ-очка, я мечтаю обои. Я когда-нибудь дорасту. Пришлось немножко прерваться, позвонили, как всегда. Ну, это лайв. Вам, кстати, как? Нравится лайв-формат? Так, комментарии написали про любимую гитару? Так, быстро комментарии, значит. Кстати, вы подписаны на канал? Если вы досмотрели до этого момента и до сих пор не подписаны на канал, ну, блин. Ну, надо это исправлять. Леха наезжает. Да, 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 давайте исправляйте это. Потому что я вам могу по-своему сказать, с гитарной лавкой намного круче, чем без. Лайк, подписка, продолжаем. Тебе таблетки принимают, пора там у тебя просигнать. Так, ладно, возвращаемся к теме нашего ролика. Мартина и Тейлора, это все, конечно, понятно, это все хорошо, но, как я уже говорил, это немножко не совсем народный бюджет. Мы сегодня про гитары до 100, вот, про гитару, ну, по сути, что это такое? Это, вот я сказал, да, я прагматичный человек, все это выбираю вот так вот с холодной головой. И люди тоже, зачастую, которые вот ищут в этом основном сегменте для себя гитару. Особенно, когда в интернете. Особенно, когда в интернете, да. Выбор большой. Человек всегда хочет купить универсальную штуку. И самое лучшее. И хочется убить сразу несколько зайцев одним выстрелом. То есть, эта гитара должна и выглядеть хорошо, и качественная она должна быть, и звучать, и удобная. Потому что, ну, не у всех есть возможность, там, иметь дома три акустических гитары. Ну, да, да. Оемку, дредноут, еще что-то. Вот здесь включается вот этот расчет. Что это за инструмент, да? Какой должна быть та самая гитара? Вот давайте смотреть, сгибать пальцы. Первое. Давай. Хороший, надежный, узнаваемый бренд. Есть такой момент? То есть, человеку не хочется покупать ноунейм какого-то, правильно? Ну, да, потому что опасения. Непонятно, что ты получишь на выходе. Второе. Это материалы. То есть, это, там, дерево, фурнитура. Есть, есть. Третье. Звучание и как раз-таки универсальность. То есть, почему эта гитара одна из моих самых любимых? Потому что этот инструмент закрывает все вот эти моменты. Кепма, это бренд уже, который не первый день. Этот инструмент, это одна из самых технологичных на данный момент. Реально, одна из самых технологичных и больших фабрик в мире. Эти ребята стартанули из Китая и задают просто какие-то нереальные стандарты по производствам, по технологиям. По материалам. То есть, здесь разыгранная в виброкамере елочка. То есть, технологии, раз, отсылка, почему премиум? Да, усиленный гриф двумя карбоновыми штифтами, стержнями. То есть, придает жесткости дополнительной конструкции. Уменьшает вероятность возникновения, там, винта какого-то со временем. Плюс, плюс. Технология Плек, которые там ставят эти. Это все очень, это все очень, очень круто. Ну вот. Трансакустический блок. Современная электроника, которая тебе позволяет хоть включать ее, хоть не включать. Ты сидишь дома, играешь на акустике, подключился к комбику, пошел, сыграл какой-то квартирник. Просто подключился, поиграл, надал шуму. Вот. Без эффектов, ой, без подключения, там, эффект навалил, тоже сидишь, играешь. Это все, как бы, таким образом и складывает вот эту картинку, что покупая один инструмент, как для себя, он тебе может отлично зайти. Потому что Гранд Аудиториум, это одна из самых универсальных корпусов. Да, но она изначально для этого и создавалась. Да, она там... Максимально широкий спектр задач. Да, да, по частотам то же самое. У тебя низы не перекрикивают верха, верха не вылазят. То есть, по звуку баланс, по размеру, по размеру. То есть, Гранд Аудиториум, он идеально подходит, вообще, вот он закрывает огромное количество людей. Я для сравнения дредноут так рядом еще поставлю. И девчонки на них играют небольшие, там, хрупкие. И мужикам на них вполне себе офигенно удобно. И вырез есть. То есть, универсальность в звуке, универсальность в удобстве игры, эксплуатации есть. Блин, крутой внешний вид. О, да. Есть. Технологии, ты знаешь, что это не какой-то ноунейм. У тебя офигенно собрана гитара. Даже гриф не вклеенный, он болтовым соединением. Электроника, которая позволяет тебе играть. Причем, не абы какая-то топовый датчик от ведущего мирового бренда X2 Double. Это тот самый тембр-блок, в котором есть микрофон встроенный. То есть, ты подключаешься к эмбарю, к карточке, еще к чему-то. У тебя пьеза снимает звук со струн, вибрация. Пьеза, она же всегда такая довольно мощная, стреляющая по звуку. Здесь в блоке микрофон конденсаторный есть. Ты крутилочку подкрутил, и все, что у тебя, весь звук, который формируется непосредственно в корпусе, в барабане гитары, ты можешь подмешать к звуку, который пьеза снимает. Все, у тебя звук становится в подключении более живой и интересной. Для ребят, которые очень любят фингерстайл, все перкуссионные элементы, все шорохи, какие-то призвуки, кто там, мельчайшие эти, микрофон также снимает, в сигнал подает. То есть штука, если говорить про универсальность, наверное, самая универсальная. Поэтому и любой гитарист, который выбирает вот в этом диапазоне для себя инструмент, да, который покрывает и позволяет убить всех зайцев, этот инструмент подходит. Как подарок тоже отлично подходит, потому что кому бы ты его не подарил... Блин, а ты про подарок сказал, и я заулыбался, потому что все-все, да, а вот как подарок, вот все вот это вкупе настолько хорошо ложится под инструмент, который ты хочешь подарить. И вот типа, и все сойдется. То есть вот когда ты даришь F2, причем неважно, это либо ME, либо SE, но ты, я думаю, дальше расскажешь про эту штуку. Вы всегда можете быть спокойны, что это не будет выстрел мимо. Это всегда будет история в точне. То есть если моя гитара, ну в смысле как моя, та, что у меня сейчас в руках, G1, это все-таки инструмент для гурманов. Он не под все цели задачи, это в первую очередь инструмент для аккомпанемента, это для человека, который не хочет сильно запариваться на предмет того, чтобы там нереально развивать какую-то стилную гитарную игру. То есть она будет чуть-чуть прощать ошибки, вот, и при этом хорошо сочетаться с голосом и не быть задавленной где-то вот-вот с таким вот призвуком. А здесь же все, это прям полноценный музыкальный инструмент. Что хочешь, на ней можешь играть. Да. В этом как бы, да, кайф. И я действительно эту гитарку беру чаще остальных, потому что она классная. У меня даже все аватарки в этих, может быть, ты обращал внимание. Да, да, да. В телеге, в аккаунте, в WhatsApp. Такой же гитары, только другого цвета, в BS. Кстати, эти гитары бывают в двух разновидностях. F2ME и F2SE. Вот я не догадался с собой взять. А Ванек подснимет. Подснимет, да. Да, отличие в инкрустации и в том, что в SE-шке нету кленового листа на голове грифа. Не поставляется вместе с гитарой. Вот, все остальное абсолютно одинаково. Материалы и все, и все, и все, и все. Дай скажу чуть-чуть про нее, вот прям чешется. Да, пожалуйста. Про Ванкол развернешь, только из твоих рук. Да. Интересный момент. У Кепнежа из серии F1, у него обещайка задняя дека выполнена из красного дерева. Там махагончик, да. Ну, типа классический вариант, все хорошо, все работает. Но вот именно Аванкол, он тебрально немножко дает такой, знаешь, чуть более благородный тон. Это настолько кайфово. То есть вот именно то, что F2 за счет Аванкола, а история-то с Аванколом какая? Этот корпус изначально разработали Тейлор в 93-м году. 30 лет уже этому корпусу. И Аванкол они тоже привнесли в гитаростроение. И в этой гитаре как раз таки... Это их тема? Да, да. Аванкол они первые начали использовать в гитаростроении как африканский родственник Палисандра. И тут как бы первое, второе, все соединяется. Плюс Тейлор, они любят такие выдержанные инкрустации, перламутровокруг розетки. То есть по сути это доступный Тейлор. А Тейлор он как раз таки по универсальность. Вот его вот этот прозрачный тон. И вроде вот ты должен про нее рассказывать. То есть, короче, в смысле мне хочется про нее, а ты сейчас вот раздухарил меня, и вот эти все штуки из меня, короче, полезли. Это реально КООЧ. Ну это лайф, это круто, что мы с тобой можем вот так вот сидеть, болтать и друг другу заполнять. Это ништяк. Это ништяк. Что еще добавить? Ну я не хочу делать из этого лайф формата полноценный обзор, рассказывать про колки, про зарядку, про аккумуляторы, про все, что оно имеет. Я хочу подвести к тому, что это действительно универсальный инструмент в плане удобства использования, в плане звучания, из-за того, что максимально ровная у нее частотная, амплитудно-частотная характеристика. Вот, и давайте уже послушаем ее и будем не нас слушать, а гитару слушать. КОНЕЦ Все, что мы с тобой сейчас перечислили, это все замечательно. И в принципе, подобные моменты можно найти у других производителей. Но почему-то мы сидим с тобой с гитарами от Kepman именно. Для меня лично, вот этим вот финальным аккордным выбором, вообще я всегда за детальки. То есть, если в общем все чудесно и прекрасно, но когда подходишь, знаешь, ты начинаешь разглядывать нюансы, ты такой, а, вот здесь шерохлатости, тут что-то не доделали и так далее. Поэтому, собственно, я люблю гитары, в которых минимум визуальных украшательств. Тогда отлично видно контур инструмента там и так далее, и ты видишь волокна. Короче, у тебя глаз не замыливается. Это для меня всегда показатель. Но в данном случае исключение сделано потому, что ребята смогли выдержать вот эту вот золотую середину между тем, как инструмент. И это, кстати, супер важно тем, как выглядит инструмент и то, как он звучит. По этой причине вот эти две гитары мне неимоверно нравятся. Но нюанс, про который я хочу сказать, это то, как упаковывает Kepman свои гитары. Помимо того, что вы получаете первоклассный инструмент в своей ценовой сегменте под то, что вы хотите, в зависимости от того, что вы хотите. С этим уже Леша, Катя, ну иногда я можем помочь. Телефон оставим? Телефон оставим. Мы его не забирали. Вот. Это то, что если у Kepman гитара хотя бы с верхней декой из массива, на сегодняшний день это там от 36 тысяч и выше. Да, F0-ка. У тебя уже в комплекте идет утепленный чехол, у тебя уже в комплекте идет увлажнитель для межсезонья. Да блин, там даже пины вот эти вот запасные идут. Еще в коробочке подарочные ты открываешь там отдельно, вот под бархатом лежат у тебя два медиатора, два пина, тряпочка для протирки, не обязательно гитару. А анкерный ключ какой? А анкерный ключ вообще бомбический с рукояткой-то, а? Мы под Искру с их примера сделали такие же топовые ключики вообще. Вот. Это приятно всегда. Это когда, особенно если за подарок речь доходит. Потому что человеку подарил гитару, он ее распаковал, увидел, а у него там еще, блин, сколько всего. Да, да. Это же кайф распаковки. А давай как-нибудь распаковку снимем? Вы хотите посмотреть на распаковку чего-нибудь? Прям возьмем и зафигачим. Напишите в комментариях. Так вот, есть еще нюанс в том, что в зависимости от гитары, вы в любом случае получаете упакованный инструмент, но при этом чехлы у них разные. То есть МЕ идет вообще с таким розовым чехлом. Я выпросил у Севой отдельно себе такой чехол, не удержался. Я видел, поднимашку пытаю. Да, да, да. Это один момент. А Г1 вообще идет с кейсом непосредственно. Причем кейс легкий, эргономический. И он специально сделан так, чтобы вы, когда с ним идете, вы ногу себе не отбили. У меня, например, у Мартина, у него деревянный гроб прям. Знаешь, ты когда с ним идешь, доходишь, и у тебя синяки. Женщина спрашивает, где был? Ты говоришь, ну, с гитарой, блин. Тут как бы такая история. И при этом он тяжелый, он деревянный и так далее. А тут у тебя получается надежный кейс, легкий, эргономический, в таком... И в котором еще такая красотка лежит. Ну, это прям вообще прелесть. Да. Это как просто фаталити. Да, добивочная история. Для меня просто это всегда такая достаточно показательная тема. И про технологии ты поговорил. То, что... Смотри. Биггарды прозрачные. Чтоб не портить симметрию. Вот, то, что плек, это же пленка, по-моему. Да, и можно ее содрать и выкинуть. Да, и все. Поэтому, если вы в себе ищете инструмент в себе, в смысле, кому-то в подарок гитару... Да и себе. И себе в подарок, либо кому-то в подарок, да. На все случаи с жизнью вот справа. Если вы любитель на ковре из желтых листьев, то есть попеть под гитару. Не обязательно Александра Яковлевича Розенбауна. Все, что... На ней можно и блюзов жарить. Да, да, он сегодня сидел в коридоре, там, заливал. Пожалуйста, то Г1Д ждет вас. Белые розы. Причем белые розы на черном дереве. Они из перламутра. Да. При том, что на грифе нет разметки. То есть она находится с торца. Да. Для того, чтобы не замутнять... Не замутнить... Теперь ты понимаешь, почему я говорил народный премиум. Ребята, это не какая-нибудь крашеная краснуха. Это не смола, прессованная с бумагой. Это не микарта, не ричлайд. Это черное дерево. Это эбони. Это круто. И подставка тоже сделана из эбони. И гитара стоит до 100 тысяч рублей. Это, я считаю, народный премиум. Можно так назвать? Можно. Кепма сама говорит, что это премиальные гитары. Факт. Грифы усиленные. Блин, чернуха. Палисандр настоящий. Ну, короче, вы все поняли. На этом надо заканчивать. А то я могу бесконечно это делать. Мы сейчас лайф закончим. Я пойду персональный обзор снимать. Про кепму и ф2. Да ты уже настраиваешься. А мы с вами не прощаемся. Увидимся уже в скором времени. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Не забывайте про нее. Там все самые свежие новости. Лавки, гитарного мира. Ну и в целом делимся хорошим настроением. Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok